Ко мне, моя хорошая, иди ко мне, моя дорогая, да, скажи, познакомься с коллегочками, вот, 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 скажите, здравствуйте, Мау, Ну, прямо барс вообще, тут самое, снежный, да, 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 красавица, красавица, ой, ты, Господи, снежный барс. Кто такой мой emotional support animal, кто такая хорошая кошка, вот, да, ты, ты разговариваешь, да, рассказываешь все тетенькам, ученым, какая ты хорошая кошка, да, это мой коллабортер. Знаете, у нас во время нашего дистанта очень многих приходили животные, мы так, в общем, всегда радуемся, когда видим животных в кадре, это всегда. Ну, потому что, правда, потому что, правда, они очень помогают, они очень помогают. Что ты орешь, что ты орешь, что ты орешь? Отпусти тебя на пол, да? Да? Вот, у кого такое снежно-барсовое пузо. Так, все, 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 пойди, пойди, молодец, молодец, помощница моя. Так, так, девушки, как у нас? Пришли все, кто или еще будут подключаться, а Анна Олеговна наша кивает. Так, Наталья, мы еще подождем немножечко, или мы будем начинать, как вы? Ну, как хотите, как хотите. Ну, вы понимаете, что... Просто другое дело, что в любой момент тут могут полететь всякие ракетки, и мне нужно будет спасаться в бомбоубежище, поэтому... Так, ну, тогда давайте мы... В общем, мы в любом случае понимаем про бомбоубежище. Надеюсь, вдруг, чтобы не полетело, да, ну... Ну, тут как-то... Да, я понимаю, да, ситуацию. Нет? Вам. Смех тоже. Дорогие мои... Ладно, это очень нет. Ну, ладно, ладно, прошу. Так, дорогие мои, очень прошу, пожалуйста, просто участников выключить звук, да, в крайнем случае модераторы, конечно, выключат принудительно, да, но прошу, чтобы просто вот лишние не отвлекали. Мы, в общем, очень непростое время. Наталья уже говорит, что действительно в Израиле ситуация очень-очень тяжелая, мы в любом случае желаем мира, землеобетованной. Вот, у нас тоже в Казани, ну, как бы не то же, да, но тоже неприятные такие трагические события, в общем, очень непростое время. Вчера был просто ужасный день, действительно, мы очень сочувствуем, да. Вот, еще совершенно непонятно, поскольку мы все, в общем, тут педагоги, действующие, будущие, потенциальные, не понимаем, как все это на нас, наверное, как-то отразится, но, в любом случае, Наталья нам делает такой вот прекрасный весенний подарок, майский, совершенно волшебный, делает его абсолютно по своей инициативе, потому что, ну, я не знаю, я понимаю, филологи, видимо, бывшими не бывают, это вот такая-такая фраза, да, и Наталья сама предложила с вами поговорить, вам рассказать про мифопоэтику своих песен. Для меня, мне кажется, это такой, ну, вот, для меня очень, все вокруг темное, да, вот это такой очень-очень светлый праздник, и я вас приглашаю, да, послушать, если у вас будут какие-то вопросы, их можно писать в чат мне, а потом мы как-то какие-то, может быть, самые интересные мы озвучим, да, если, опять же, все нормально будет, и ничто нас не придет. Наталья, мы вас всячески приветствуем, вот нас много наших будущих и действующих филологов, и преподавателей, и вузовских, и школьных, и мы очень рады, что вы с нами сегодня. Отлично, Ленина, спасибо большое, я тоже очень рада, и я, пожалуй, начну с минора, потому что, к сожалению, у меня есть очень большой опыт, когда мне студенты разнообразных заведений шлют свои дипломные и даже магистерские работы по поэтике русского рока, в частности, по моей, и когда, к сожалению, у них даже нет понимания того, что очень часто мы, честно говоря, как Дима Ревякин, как я, как Кормильцев, честно говоря, мы опираемся очень сильно на классическую русскую поэзию, и даже иногда используем классические тексты. То есть, когда мне, допустим, одна замечательная девушка прислала анализ творчества группы «Мельница», где она считала, что тексты Николая Степановича Кумилева, такие как «Змей» и «Ольга», принадлежат мне, и анализировала их с точки зрения мифопоэтики Хилависы, это было просто больно. Я не знаю, где сидела ее научная руководительница, то, что она выдала ей полные баллы, причем я написала ей, я говорю, слушайте, говорю, но понимаете, что вы анализируете не мои тексты, вообще не мои. Она говорит, а в любом случае я получила прекрасные оценки. То есть, я бы хотела сказать, для начала, когда мы работаем с текстами современных писателей, мы понимаем, что любой современный писатель, любой современный поэт – это постмодернист. Мы не можем от этого отойти, мы не можем из этого выйти. В любом случае, нам нужно смотреть на действительно какие-то культурные коды. То есть, если я ставлю у себя в Инстаграме, пишу об Африке, если я ставлю тег «Сердце тьмы», это не просто так. Давайте, пойдите, прочитайте великолепный роман Конрада «Сердце тьмы» и прочувствуйте действительно вот эту вот центральную Африку изнутри. В любом случае, если... ...постим у себя в Инстаграмах чашечки Ленинградского фарфорового завода, императорского фарфорового завода. Это тоже не просто так. Это тоже культурный код. Мы смотрим на жар птиц, мы смотрим на ромашки, мы смотрим на кобальтовую сетку. А кобальтовая сетка – это что? Кобальтовая сетка – это, конечно же, перекрещенные вот эти вот панели на окнах блокадного Ленинграда. «Ребята, давайте учиться действительно читать между строк, давайте быть постмодернистами, действительно учиться, потому что без этого у нас ничего не получается. Без этого мне задают вопросы, а вы за кого, за Израиль или за Палестину? Когда вот сейчас вот я сижу под ракетным обстрелом, не знаю, шлифую свой загар, и я не знаю, что им сказать, потому что, товарищи, давайте мы обсудим действительно историю конфликта, мы обсудим историю культур и так далее». Поэтому в первую очередь я хотела бы сказать, что мне очень нравится, когда мои слушатели вычитывают большие слои, которые я закладываю в свои произведения, потому что я просто не могу их не закладывать. Мне хотелось бы думать о себе как о ренессансном человеке, который умеет читать, плавать и все вот это вот, и просто не может не заложить слои. Поэтому в нашем последнем альбоме «Манускрипт»… Вот он, кстати, вот он. Кстати, вот он. Да, мне кажется, что я заложила очень четкую кольцевую структуру, потому что я начинаю альбом с песни «Апельсиновая джига» про трех сестер, которые нам, конечно же, известны из сказки Карла Готца и из оперы Прокофьева, которым никто не поднес воды. И я завершаю альбом сонетом о воине Македонского с достаточно позитивным рефреном «Иди сюда, я дам тебе воды». То есть в данном случае символ воды как формообразующая абсолютно штука, как жизнеобразующая вещь. Действительно, лично для меня «Манускрипт» состоит именно из вот этой воды, которая помогла нам прожить весь прошедший очень страшный ковидный год. В принципе, мне интересна самая система создания концептуальных альбомов. Галактика Альхимейры, вот я придумала вот эту вот именно галактику. «Огонь», «Лед», «Ледяные колокола», «Дредноуты» в круизах между планетами. И дальше, соответственно, естественно, «Люциферазы» к этому всему относятся. И именно поэтому мне было очень важно отжениться от всей вот этой вот истории для того, чтобы включиться в «Манускрипт». До этого была «Ангелофрения». «Ангелофрения» была совершенно другой альбом. Действительно, там была вот эта вот тема превращения человека в ангела. Нью-Йорк, здание Крайслера, вот этот вот готический небоскреб с горгульями наверху. Очень много Стивена Кинга там, конечно же, есть и так далее. И если удаляться дальше, то можно сказать, что, наверное, неплохо, что «Дорога сна» настолько долго ждала своего воплощения, потому что я начала писать в 1993 году. Песня «Дорога сна» относится к 1993 году. Я тогда как раз заканчивала школу, поступала в университет. И тогда мне казалось, что я тексты вообще писать не умею. То есть я писала какую-то музыку условную. Я достаточно много сделала таких школьных песен на стихи Вильяма Батлера, Йейтса и Толкина. А дальше вот как раз «Дорога сна», оно все потихонечку и понеслось. Но понеслось оно далеко не сразу. Писала я очень медленно. То есть писала я максимум одну песню в полгода. И считала, что это прям вау, вот это круто. Таким образом, получился альбом «Дорога сна», который, наверное, не получился бы, если бы не человек по имени Руслан Комляков. Его, к сожалению, больше нет с нами. У которого была группа «Тилльин Шпигель», и он искал второго автора и вокалистку. Таким образом, он вышел на меня. Я училась тогда на четвертом курсе МГУ. Ездила на стажировки в Ирландию. Ну и в принципе не очень представлял себя как артист, хотя продолжал писать. И вот тогда Руслан позвал меня в команду. Весь бенд состоял из студентов консерватории Легнесинки, которые играли на так называемых «штырках», в подземных переходах. В этом нет ничего плохого. Это просто то, как действительно ребята из классических заведений зарабатывают себе немножко денег. И таким вот образом, собственно, получилось несколько аранжировок песен, которые ждали их. То есть штука в том, что действительно у меня было некоторое количество песен, таких как «Дорога сна», «Оборотень на север», «Прялка», еще какие-то, которые я хотела бы видеть воплощенными на сцене, но у меня не было подобного коллектива. И Руслан дал мне этот коллектив. Другое дело, что потом, к сожалению, у нас произошел раскол, потому что Руслан считал себя лидером коллектива и даже зарегистрировал многие из моих песен на себя в РАО. И поэтому мы от него ушли. Что я могу сказать дальше? Дальше я могу сказать, что, ну, конечно, мы все сделали не так, честно говоря, как нужно делать, потому что по-хорошему нужно действительно искать тех музыкантов, с которыми тебе кайфово играть. Искать тех музыкантов, с которыми ты понимаешь друг друга. И дальше искать себе выпускающего продюсера. У нас действительно был вот этот вот бэнд, собранный Русланом по подземным переходам. Очень хорошие девочки, действительно очень хорошие классические музыканты, но это была не их работа. Ну и дальше был некий процесс. с работой. Не надо, пожалуйста, кошку кричать. Хорошо. Вот. И дальше у нас был некий процесс отношений с выпускающим лейблом. и еще некоторый процесс с продюсерами, внешними продюсерами, которых нам этот лейбл предлагал. Пока мы, наконец, не пришли к своему собственному пониманию того, как мы хотим звучать, что мы хотим делать с нашим составом, инструментами, звуками и так далее. То есть я бы сказала, что перелом у нас произошел для начала на альбоме «Зов крови», когда мы включили электричество, потом на альбоме «Ангелофрения», когда мы включили стороннего продюсера, наконец, на диалоги «Альхимера», когда мы сами стали заниматься своим собственным продюсингом. И в данном случае я очень благодарна своему другу и коллеге Сергею Вишнякову, потому что без него бы, правда, я не справилась. Очень важно в случае действительно делать разграничения между звуком, которого ты хочешь добиться на альбоме, и мелодикой песен, честно говоря. Потому что мелодика может быть действительно какая угодно. Мы можем использовать любые мелодические, гармонические миноры, любые дарийские, фригийские лады и так далее. Но когда мы думаем именно о том, как должен звучать альбом, мы делаем себе в голове определенные референсы. То есть вот мы думаем о Pink Floyd, мы думаем о Beatles, кстати, мы думаем. мы думаем даже о таких смешных моментах, как, не знаю, Nickelback. То же самое относится к текстам. В первую очередь, конечно же, текст песни – это музыкальная составляющая. Очень долгое время я думала, что я, в принципе, не поэт. То есть мои песенные тексты невозможно воспринимать как стихотворение. То есть в первую очередь мы опираемся действительно на музыку. Мы слушаем, как двигается музыка. Мы слушаем, какой тон, особенно сонорный мне очень нравится, когда ты можешь поставить какой-то вот длинный очень звук N. Джин. Вот как у меня как раз именно в последней пластинке знаю же, мне нужен джин. И вот я тяну вот этого джинна долго-долго-долго. И он очень красивый, он очень вкусный. Точно так же работает Демфира, кстати. Она страшно любит звук ч. Вот Демфир, Талгат, мне ужасно нравится звук ч. Мне очень нравится звук N. Или М, как И полугласный, вот именно как Да, я могу вот это очень долго протянуть. И вот на этих звуках мы строим дальше текст. Когда нам говорят наши критики, что текст какой-то, бессмысленный набор звуков, что же это такое? Вот это вот ваше вот в Хамсине, Аллилуйя. Что это такое? Я говорю, расскажите это Леонарду Коэн. Расскажите это всем средневековым поэтам. Расскажите это всем, у кого в принципе Аллилуйя присутствует. Потому что действительно Аллилуйя, Аллилуйя. Это очень комфортный в первую очередь для нервной системы и для всех головных и грудных чакр звукоряд. Поэтому Аллилуйя это такая же мантра, как умного щивая. Так что работаю я над текстами в первую очередь именно исходя из того, как они будут звучать в музыке. Но у меня действительно есть некоторое количество сквозных образов, прялка, лед, конечно же. Как раз вот эти вот камни, которые очень сильно проявились в концепте манускрипта, это, конечно, модельштаммовские камни. И чем внимательнее твердыни Ноттердам, я изучал твои чудовищные ребра, тем чаще думал я из тяжести недоброй я и когда-нибудь прекрасный создам. И сейчас я думаю как раз о сгоревшем Ноттердам. Я полтора года назад как раз даже больше прежде чем включился локдаун, я была в Париже, как раз именно сходила посмотреть на вот эти вот обнаженные ребра Ноттердам. Боже мой, как это страшно и как ее жалко. Потому что это одна из настолько активных для нас святынь. И вот этот сгоревший шпиль Виоле Ледюка, я не знаю насколько они его становят. То есть у меня есть ощущение, что мы сейчас как современные артисты мы на переднем фронте. Потому что у нас есть культурный код. мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что гибнет, и мы примерно понимаем, что мы можем в этом отношении сделать или не сделать, и поэтому нам остается только продолжать писать, творить, выковыривать из себя вот эти вот ассоциации и так далее. с той надеждой, что наши слушатели нас услышат. Ну, в общем, примерно вот это я хотела сказать. ой, Наталья, знаете, от Мандельштама сразу стало хорошо на душе, просто вот... Так, почему я ничего не слышу? сейчас... Так, а так слышно? Так, я говорю, что от Мандельштама сразу стало хорошо на душе, да, потому что... Ну, конечно. Вот, просто вот... Конечно. Самое-самое-самое-самое, да, такое... У меня сегодня, у меня сегодня, кстати, у меня сегодня был дискурс один с одной дамой в Фейсбуке, где наш соотечественник Шлома Кроль перевел великолепный текст Вильяма Одена про римского воина на стене, и у него звучит слово туника с ударением на у. И одна из девушек-комментаторов говорит, ой, вот это как-то тяжело было читать, потому что это нестандартное ударение. Я и говорю, потому что главный герой римлянин, естественно, говорит по-латыни, и естественно туника с ударением на у. В отличие того, когда мы читаем Николая Степановича Гумилёва, естественно, у него отравленная туника. Да, 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 то есть вот эти вот культурные коты, культурные коты, они ходят туда и сюда, и нам нужно их отлавливать, это необходимо. Наталья, вы знаете, вот пока я вас слушала, сейчас, наверное, и кто-то ещё там что-то в чат напишет. Я просто, вот для меня действительно, я филолог, я иду от слова, и очень важно услышать, что поэт, рок, поэзия всё-таки идёт от музыки, я догадываюсь об этом, да, но тем не менее понятно, что скорее музыкальные какие-то ассоциации, да, может быть, это и есть высший род поэзии, который отталкивается именно от звуковой формы, да, поэзии, звуковая форма, вот, и вы так очень мягко сказали про продюсеров, скажите, они влияли на вашу музыку и пытались как-то вот повлиять на то, что вы должны были писать, просто чтобы мы понимали, что происходит? Да, то есть было влияние на музыку, на даже форму песен, что я достаточно резко отринула, и таким образом мы не стали делать, и было влияние на аранжировки, но в принципе это был такой как бы пинок под зад, то есть я не очень довольна, я не очень довольна результатом работы аранжировок, но другое дело, что теперь мы знаем, что можно вот и так, можно работать с электронными какими-то звуками, можно работать с плейбэками и так далее, то есть это был ученический опыт, скажем так. Ну, понятно, да, то есть опять же речь идет вот о этом, ну, знаете, вот водоразделе, что ли, между массовой культурой и культурой или ту, которую хотят продать, да, и ту, которая, ну, как бы, которая про смыслы, как вы сказали, про культурных котов, да, вот тут тоже хочется в этом разобраться. Вот у нас в чате был очень хороший вопрос, исходя из, ну, опять же, ваших слов о змеи Гумилева, да, и о Хельге Гумилева, но ведь с другой стороны нас интересовались, и вас интересовались, но это же не помешало создать собственный образ змея, да, вам, как-то, без сомнения, без сомнения, потому что, потому что, потому что, я же все-таки эндевропеист, я прекрасно знаю работы Топорова, я прекрасно знаю работы Лотмана и Воткинса, Кима МакКона, моего ирландского коллеги и так далее, то есть, у нас все-таки есть очень хорошая, действительно, уже школа исторической поэтики, не только российская, но и американская, и даже европейская, хотя германские коллеги достаточно долго до этого доходили, но школа исторической поэтики существует, она абсолютно, первая книга, которую я рекомендую абсолютно всем, это книга Кальвера Воткинска «Как убить дракона», «How to kill the dragon», она вот такая вот, толстая. Все стали записывать очень внимательно, да, какую книгу в 1980-х Правильно, это студенты правильно вступают, сразу записывают все, что надо. Так. 1986 года, по-моему, она была, и она абсолютно великолепна, потому что там коллега Воткинс именно в первую очередь он анализирует формулу Аханагим «Убиваю змея» на санскрите во всех индоевропейских языках и мифологии. То есть мы смотрим на Сигурда, убивающего Фафнера, мы смотрим на Индру, убивающего в ретру, и вода текла через его члены, и все вот это вот, и так далее, и так далее, и так далее. И в данном случае естественно Топоров и Татьяна Топорова и его дочка, они продолжают его дело, но что я хочу сказать, что Воткинс великолепный лингвист, и мы не можем рассматривать данные формулы именно клише в традиционных текстах без того, чтобы у нас ничего не совпадало морфонологически в индоевропейском изначальном тексте. Вот, именно поэтому именно поэтому моя диссертация была посвящена достаточно скучной истории, как тематизации произносительного глагола, поэтому я все-таки последователь эрлингской школы, я верю в ларингальную теорию, потому что сначала мы смотрим действительно на то, сохранилась форма индоевропейского сильного глагола в клише, который мы исследуем, и дальше мы смотрим, как это клише уже смыслово развивается в доступном нам эпосе, потому лексика это самый слабый уровень языка, который мы исследуем. Морфология, тем более морфонология, это гораздо более уверенная история. И если мы видим подобные формулы, как вот аханаген, я убиваю змея, в литовском, в санскрите, в древнеирландском, мы знаем, что действительно это трушно, и дальше мы уже смотрим, какие религиозные, какие как-то сказать, какие обрядовые истории к этому привязаны, то есть там какая-нибудь ашваметха. Мы смотрим на ашваметху, тоже опять же мы смотрим, вот как вот этот вот эксперимент с кобылой представлен у нас языково, и ритуально в разных европейских общностях, то есть таким образом у нас работает историческая поэтика, не просто как вот мы придумали себе что-то, а мы смотрим в первую очередь на язык и смотрим на него с точки зрения математики. Если у нас действительно есть клишированные формулы, это как след для собаки. вот сюда вот мы идем. Если клишированного следа нет, то можно забыть об этом. То есть это фейковая Велесова книга. Знаете, я давно думала о том, что такая может быть не научная, а чисто эмоциональная идея о том, что современный рок-поэзия в какой-то степени восполняет тот самый миф-ритуал-символ-образ, когда он был вот там. То есть там же тоже были единство музыки, ритуала слов, как вы говорите, клишированных формул, это все существовало в таком нерасшлененном сознании. И получается, что в какой-то степени современная, особенно мифопоэтическая рок-поэзия, она возвращается к таким через много-много витков таким устокам. И это, конечно, не знаю, мне безумно всегда с этим интересно и так далее. А вот насколько я понимаю история вот в том же Зове Крови про змеи, она как раз литовского происхождения, да? Да, вот, как раз очень хорошо, потому что изначально это история литовского происхождения, вот это вот угли королевы лужей, но 33 кольца это прямая цитата из Ригведы 30-30 изгибами лежал в ритра там, где Индра убил его и вода текла через его член. То есть здесь я, видишь, я именно беру в одно именно вот эти вот вот эти вот лиминальные поля индоевропейской формулы от санскрита и от литовского. Тем более, что санскрит и литовский являются одними из самых архаичных индоевропейских языков. И вот в этом месте я как раз именно хотела вот это вот подружить, вот эту историю змея и вот эти 33 кольца. И вот тут для остальных прокомментирую, это называется авторский неомиф. Вот сейчас вам его рассказывают, как он совершается. Пожалуйста, обратите внимание на это, дорогие мои. У нас, знаете, в чате очень интересный вопрос по поводу того, опять же, индоевропейского может быть, северного европейского и в то же время славянские какие-то реминисценции. Как вот они уживаются в вашем творчестве, я бы еще от себя добавила такой, может быть, вопрос на уровне и музыкальном тоже. Вы же на определенном этапе стали использовать, скажем, аутентичные инструменты, аутентичные для рассказывания каких-то там северных легенд, северных образов, может быть, и славянских образов. Вот если можно прокомментировать, сочетается ли это там сознательно и несознательно, а вот, скажем так, вот об этом. Ну, мы используем... Как славяне и Западная Европа сочетаются? Да, нормально они сочетаются, нормально они сочетаются, другое дело, что мы используем лады народной музыки, мы очень много используем фригийский лад, дарийский лад, миксолидийский и, возможно, в сознании слушателей они немножечко путаются, потому что, в принципе, это такие дела, которые встречаются и в Скандинавии, и у нас на севере России, и даже на Балканах. И, допустим, допустим, дарийский минор это такая типичная история с повышенной шестой ступенью для английских песен. Но на самом деле, на самом деле, это встречается примерно везде. Поэтому я бы не стала делать вот такого прямо на этом акцента, потому что каждая песня для меня, она самоцена, каждая песня для меня, она не относится к какому-то региону, который я хотела бы зацепить. и мне нравится то, что я разными вот этими вот ладами народной музыки, я умею с ними обращаться, слава богу, что можно было бы отметить, то, что когда мы начали с Сергеем Вишняковым работать над кельтской программой, он освоил строй гитара Датгад, то есть Д-А-Д, Дж-А-Д, то есть Ре-Ля-Ре, Соль-Ля-Ре, и это действительно дает очень интересную, это очень интересный акрас гитары, которая как раз действительно классно идет ко всяческой кельтской музыке, и мы стали его использовать, в частности, и в своей музыке тоже, поэтому у нас начиная с альбома Алхимия достаточно много так называемых датгад песен, в том числе Прощай, например, Война и тому подобные вещи, и я полагаю, что слушатели скорее всего именно вот этот вот саунд, именно вот этот датгад резонанс, они расслушивают как что-то не совсем русское. Ну вы знаете, мне кажется, ну это же прекрасно, да, вот в моем, опять же, представлении, может быть, дилетантском, у меня такой, наоборот, возникает комплексный образ, где, скажем, кельтские, может быть, образы, фольклор, ну какие-то мелодика, да, накладывается на вот кельтский музыкальный лад, и происходит вот опять же вот такой сингармонизм такой, да, то есть мне это наоборот безумно нравится. Да, при этом, при этом, кстати, Датгадом пользуется, кто у нас, пользуется у нас любимый наш Джимми Пейдж, еще в третьем альбоме Лидзеппелы, на второй пластинке, там, где песня Танжерин, и, конечно же, великий Кашмир, как раз Кашмир нельзя сыграть на гитаре без Датгада, вот, другое дело, что Джимми Пейдж считает, что он его придумал, это совершенно неправда, ну ладно, мы ему простим. Простим. Вы знаете, вот тут в чате вопросы, скажем, которые продолжают вот этот вот сингармонический ряд, да, и спрашивают про комиксы, как возникла идея комиксов применительно к альбому Манускрипт, и как, ну, скажем, визуально... Можно выключить Wi-Fi вообще все? Безусловно... У всех. У папы тоже. Так, да. Простите, пожалуйста, вот, значит, вопрос был про комиксы к Манускрипту, как пришла идея, потому что, ну, понятно, визуальный ряд, он же тоже организует и тоже организует восприятие и привносит определенную символику, да, и так далее. Конечно, конечно, конечно. Мы начали с того, что мы складывали визуальные ряды к нашей юбилейной программе «Мельница 2.0». У нас есть замечательный совершенно контингент аниматоров, которые работают над этой всей историей, но нам хотелось какую-то сюжетную составляющую. И так получилось, что наша давняя поклонница Наталья Ильяшенко, которая сейчас живет в Японии, сделал нам в первую очередь комикс, который лег в основу визуального ряда для песни «Никогда». И он нам очень-очень понравился, и когда мы начали работать над манускриптом, мы решили, что по мере того, как мы будем работать над альбомом, мы будем работать и над визуалом. Поэтому по мере того, как у меня складывались песни, я слала Наталье песни и тексты, мы с ней обсуждали какие-то ассоциативные ряды, и у нее получались вот эти вот комиксы, она изначально рисовала их в слоях для того, чтобы наши замечательные друзья-аниматоры Санкт-Петербурга могли сделать так, что там скелет оленя будет не просто стоять, а делать кусь. Понятно. Скажите, пожалуйста, у меня такой очень личный, личного плана вопрос, а лисицы откуда появились в Хамсине? Лисицы, но у нас там и волки, и лисицы. Я понимаю, что он волк, а она лиса. Прокомментируйте. Да. У меня просто личный вопрос, личный интерес к этому. Ну, мы как-то решили, мы как-то решили, что если она тоже будет волчица, это будет очень прямо, что она Изабелла французская волчица, поэтому мы решили сделать ее лисой. Ну, и поэтому, поскольку у нас уже есть опыт общения с Китсуне, мы решили, что пусть она будет лисой. Нет, спасибо большое, просто потому, что вот опять же уже есть опыт Китсуни, и тогда получается, что вот в такой большой-большой цикл складываются все лисьи образы, и в том числе и хамсинские тоже. Конечно. Тут у филолога огромный простор, а потом, ну, знаете, все равно еще немножечко Ромео и Джульетта, потому что он волк, она лиса, тут тоже же такое невольно тянется и эти ассоциации. Мы, конечно, может быть, опять же, мы вчитываем и вдумываем, но... Не-не-не, абсолютно правильно, конечно, конечно. Их же зовут Изенгрима Изабелла. А, то есть ее все-таки Изабелла зовут, да? Она Изабелла, да. Она Изабелла, да, Белла. Ну, тут сейчас еще можно накрутить много всего вокруг Изабеллы, не только Изабелла. Это прекрасно, это прекрасно, это именно то, чего я хочу, это именно то, чего я добиваюсь. Я хочу, чтобы песни жили, чтобы их герои продолжали жить, я хочу, чтобы дальнейшие какие-то культурные коты ходили вот по этим явским улочкам и придумывали себе еще что-то, раскатывали все вот эти вот апельсины и так далее. Насчет, кстати, культурных котов, насчет апельсиновой баллады о Петре и Тавифе ко мне пришли очень трогательные люди, что, а вы знаете, что на момент встречи с Тавифой Петр был давно и плотно женат. И вот я, говорит, вот этот вот пэринг, сказала она мне, не приветствую, я за канон. Тут, конечно, я разрыдалась, честно говоря, то есть, когда человек мне в мою альтернативную вселенную впирается со своими деяниями апостолов, вот всеми вот этими вот апокрифами и так далее, и оперирует терминами пэринг и канон, ну что ж, ну это же прекрасно, он поверил в вашу вселенную, да? Вот, да, он в нее поверил, вот, тем более, что мы на самом деле именно поэтому он хочет с ней спорить. Да, потому что она для него жива, потому что она для него не вымысел, да? Но вы знаете, справедливости ради мы знаем, что была жива теща Петра на момент Евангелия, на момент встречи с Тавифой про жену мы ничего не знаем, поэтому тут, да хорошо, господи, да ради Бога. Вот, но с другой стороны песня, вот на самом деле очень такая, да, и очень майская, да, события, вот как раз с Деянием Апостолов так, в общем, связанные. Вот в чате спрашивают про Филиделя, да, мы как бы, вы рассказываете в пояснениях к альбому, что это дух, герой из оперы Короля Артули, да, но просто просят уточнить, какой именно вы вкладываете в значение в этого духа, да, в этот образ. Ну, конечно, это очень дружелюбный дух, то есть, я когда переводила вот этот драйвеновский текст, я поняла, что драйвен, конечно, тогда словил шикарное совершенно общение с Ферри, то есть, такое же действительно, как было и у Шекспира. помните, как в моем любимом романе Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов», там, где Шекспир встречает своего духа, вот эти вот, я вспомнил, чей я дух, я твой дух, и они там танцуют на полянке с Фейбей, и вот тут я поняла, что Драйден, конечно, тоже словил общение с настоящими английскими Ферри, вот с этими вот ребятами с волосами цвета чертополоха, потому что Филидель разговаривает именно вот этим вот языком, время нас король не ждет, это чувствуется сразу, то есть, когда ты работаешь с этим текстом, у тебя немедленно мурашки по позвоночнику, и ты такой садишься, так, так, ладно, хорошо, очень хорошо, то есть, я думаю, что, кстати, Самуил Яковлевич Маршак это тоже прекрасно чувствовал, я думаю, что это чувствовал Лозинский, Пастернак, без сомнения, такие штуки чувствовал, вот. Ну текст начинает надиктовываться сам, да, вот как-то сам. Текст, вот это вот, прощай и помни обо мне, вот оно прям немедленно начинает надиктовываться, ты понимаешь, что за тобой кто-то стоит, нежно держит тебя за плечо, и ты потихонечку все вот это вот записываешь, так что, таким образом, после перевода Драйдена у меня были действительно вот эти вот филидельские стишки, и он мне просто в общем подсказал, что еще дальше дописать. Ну, вы знаете, сразу, ну, у меня тут понятно, что когда он начинает называться Астралист, да, то сразу возникает и Артур, и Рождество, да, и Рыцарь, и Рождество, и вот тут вот весь этот Артуровский контекст, он, ну, не знаю, у меня просто вот сразу, да, в голове появляется, да. Тем более, тем более песня была написана 22 декабря. Ну, Ёль, я так правильно понимаю, да? Да. Да, то есть еще она Ёльская, да. Она Ёльская, да, то есть я просто шла по дорожке там у себя в Ирландских холмах, смотрела именно на Астралист, и мне в голову начал сыпаться вот этот вот текст. Угу. Вот. Ну, мне просто вот опять же кажется, что вот этот Артуровский, ну, я об этом, да, тут немножечко писала, да, что этот Артуровский цикл, он на самом деле проникает вообще в принципе в альбом, это один из встроенных мифов, мифопоэтических котов, да, в альбоме в принципе, да, и он там с Александром Македонским перекликается, да, но это вот такое. Я на самом деле довольно долго пыталась понять, есть ли там образ Морганы, да, но потом успокоилась и решила, что не надо уже лезть так далеко, да, потому что там же есть обращение брат мой, спаси меня, да, это сразу возникает, потом решила, что далеко копаю. но это немножко далеко далеко, да, 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 артуровские образы там есть, но я не очень хотела Моргану там исследовать, вот, хотя она мне близка, конечно, очень, вот, но... в дальнейшем. Например, да, 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 потому что интересно. Тут в чате спрашивают про миф о барганавтах в песне «Поверь» и смесь мифа с образом ворона. Вот что-то могли бы прокомментировать? Ворон – это мое. То есть, честно говоря, я бы не хотела, чтобы наши слушатели отказывали бы мне в праве на собственный миф. Наоборот, вот я счастлива об этом слышать, да, я просто думала, что Ирбис, да, внутри собственного мифа, ворона – это еще прекрасней, да. Конечно, у меня много, у меня много собственных мифов. Это нормально, да. Конечно, и в данном случае ворон – это именно мой герой, и, ну, если хотите, в данной истории я поженила, я поженила очень далекий друг от друга мифы, я поженила Оргонавтов и Кутха. Потому что, конечно, ворон в вечной ледяной зиме, при том, что он у меня вполне положительный герой в песне, я считаю, и вороны в книжке, они, ну, то есть, они такие с вопросами, но тоже они достаточно положительные. То есть, это Кутхи. Ну, безусловно, посредники же между мирами. Конечно, конечно, без сомнения, без сомнения. И тут уже у нас не только Толкин, тут уже у нас и Джордж Мартин вышел, не мог не выйти. Да, но и мы, естественно, вспоминаем, что и в скандинавской мифологии, да, у Одина есть два ворона – Гвин и Нунин, и два волка – Герри и Фрекки. Вот, поэтому все это, все это я держу в своем чертоге памяти. Это очень, вот, вот, люблю такое, да, вот, искренне такое люблю. Так, дорогие мои, если, может быть, еще есть вопросы, пока, может быть, я задам вопрос, который, наверное, не связан напрямую с поэзией, но который меня безумно интересует, я в основном исследователь прозы. Есть ряд книг современных, ну, как бы, этнофэнтези, да, отечественные, которые, я знаю, вы и читаете, которым даже пишете, там, выносы на обложку, это там, финист, ясный сокол, Рубанова, это последнее время, идиотулина. Вот, как вам кажется, этнофэнтези в, на русской почве, она сейчас развивается, не развивается, кого бы, может быть, вы порекомендовали почитать, да, что-то вот интересное из этой серии? Ну, по-моему, очень хорошо получается, честно говоря, потому что я, честно говоря, не люблю классическое фэнтези, то есть, вот именно вот интересный момент сейчас стал. Да, это был coming out. Я не, я не люблю классическое фэнтези, я не люблю книжки про попаданцев, вот, я не знаю, там, типа, сыск при царе горохе, вот, ну, ну, короче, это не мое, то есть, простит меня емец, но, ну, короче, я вот это не люблю. Мне нравится именно философское боевое фэнтези, в данном случае, конечно, у нас метро это господа Уолди, я очень, я очень люблю Громова и Лодыжинского, и они мои дружочки, я на них выросла, и я очень люблю, что они делали, что они продолжают делать, и в этом плане, конечно, круто именно то, что продолжается сейчас, это вот как раз мы сказали про Рубанова, мы сказали про Идиатулина, Ершова, Елена, Ихтис, неживая вода, это круто, Старобинец, конечно же, великолепно, абсолютно, очень страшно пишет, но очень круто, и кого я хотела, кого я хотела, а, конечно же, Ксения Медведевская, можно еще раз, Ксения, Медведевская, я стрип, я поняла, я поняла, так, спасибо, ну, и кого я еще порекомендую, Анну Семероль, вот, у которой сейчас очень сложная ситуация в семье, на самом деле, она временно сейчас не пишет, и я бы хотела передать сердечный привет, Сашечка, пожалуйста, ты великолепно справляешься, и мы очень ждем твоего возвращения в писательский цех, спасибо, спасибо большое, и вообще, в общем, спасибо за интересы, за рекламу, тут вообще спрашивают про литературу, литературу какой страны, может быть, вам ближе, но я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос, я тоже не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что я читаю разную литературу, я иногда читаю какие-то сингапурские детективы, извините, А на каком языке читаете сингапурский язык? На английском? На английском, да, на сингапурском английском, на сингапурском английском, понятно, Ну это такое, как бы guilty pleasure, типа, летишь в самолете просто от всего устал, вот, и читаешь какой-нибудь ужасный сингапурский детектив, такой, 18, плюс, я всякое читаю, реально, я реально, я читаю просто все, у меня огромная стопка книг, которые у меня лежат еще под лежащие прочтению в Москве, так что периодически я просто берусь и перечитываю что-нибудь, там, скажем, Достоевского или Гоголя, или Томаса Манна «Волшебную гору», конечно же, или даже Диккенса, ну, то есть просто это как пойдет. А почему, сразу, извините, а доктора Фаусту Сымана? Просто там тоже гармонизм, поэтому там. Да, тоже хорошо, тоже хорошо, конечно. Как-то вот, потом, опять же, для тех, кто не читал Томаса Манна вдруг, да, там такая мифопоэтика, что просто вот, тут, буквально, буквально недавно, буквально недавно, что-то у меня с другом зашел разговор про, про Гесса, и я в перелете перечитала «Степного волка», и опять же, с другой подругой у нас был разговор про сочетание фиолетового и золотого, и немедленно я побежала перечитывать Грюис Манса. Ну, я думаю, что тут как раз поклонники «Степного волка», да, поэтому для них, для всех сейчас вот огромное приятное сделали. Так, что-то кто-то еще хотел бы уточнить, тут спрашивают про голубую траву, и отвечают, что из французской сказки, право ли я. Да, 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 конечно, это французская, точнее, бретонская сказка про голубую траву, короля ворона и голубую траву, то есть, это очередной сюжет тамуры и психеи, то есть, как «Черный бык» на руэйске, или «Финист ясный сокол», или все вот это вот, как мы знаем, но там просто добавляется именно то, что ей нужно исходить вот эти вот семь пар железных башмаков и так далее, пока она не найдет голубую траву. Ну, честно говоря, во Франции действительно очень голубые артишоки. Ну вот, да, я понимаю, что писатели все рядом, и конкретные, и мифологические, да? Конечно, конечно, то есть, ты идешь просто по улице, ты видишь какой-то вот, действительно, вот этот голубой артишок, думаешь, о, вот это вот оно, и садишься и начинаешь писать. Да, тут спрашивают про «Мой рагнарёк» Макса Фрая, да, и сонет манускрипта, я не знаю, как близко или нет, но тут прекрасный вопрос про ассоциируете ли вы себя с дочью ее ночи и сестрой Луны, и как бы близок ли вам лунный миф? Честно говоря, «Мой рагнарёк» это самая слабая книга из цикла «Еха» у Макса Фрая, я считаю, потому что в данном случае, в данном случае Мартынчик и ее соавторы просто перешли сами себя и своего героя Сэра Макса сделали богоподобным, когда он ничего не учится и никак не эволюционирует на протяжении всех книг, поэтому, да, это вот, да, вот я сейчас вот все скажу, что думаю, правда, «Мой рагнарёк» это очень-очень плохая, позорная книжка, при том, что я люблю мир «Еха», я, у меня есть некоторое количество нежно любимых мною книгах, то есть таких, как «Зелёные воды Ишмы» и, конечно, «Магахонские лисы», вот, я очень их люблю, но «Мой рагнарёк» это полный провал. Так что, так что, нет, я себя в этом данном случае не ассоциирую, я ассоциирую себя с «Царицей воздуха и тьмы» из известного произведения Пола Андерсона, которое, опять же, относится ко всей дальнейшей британской мифологии. Да, ну, знаете, я понимаю, что «Монстр с царицей ночью», да, тоже же никуда же не девался никогда, да, вот что-то такое. Ну, конечно. Вот, так, Иван Борисович, может быть, вы сами озвучите вопрос, потому что такой длинный, я сейчас быстренько не это самое. Спасибо. На самом деле, пока я писал вопрос, уже его некоторую часть озвучили, но мне интересно, как в вашем творчестве уживается вот древняя мифология, о которой много говорили в начале, с фэнтези, потому что, на самом деле, они порой идут несколько разными путями. Ну, и вот, в частности, мне тут вспомнилась сага о копье, из которой родилось последнее испытание, в котором, насколько я знаю, вы принимали участие, озвучивали Такхизиус, богиню тьмы, и мне просто интересно, ваше отношение к фэнтези, к мифологии, как это в творчестве сочетается. Так вот, здесь у вас как раз уже и заложен ответ на вопрос. Я именно озвучивала. Я не принимала участия в написании текста. То есть, в данном случае, Такхизиус, это мой голос. Ну, голос был очень яркий. И очень убедительный. Убедительный. Да, очень яркий и убедительный. Но это опять же к вопросу о том, о чем вы начинали. Вы с этого начинали, что когда вы надеваете маски, берете там чужой образ или чужую поэзию, вы делаете настолько убедительно, что они поневоле начинают ассоциироваться с вами и начинают приписываться вам. В постмодернистском мире такое бывает, к сожалению. или к счастью, да, вот это, ну, такой процесс, безусловно, происходит. Дорогие мои, может быть, есть еще вопросы? Потому что мне так, я... Я с удовольствием отвечу. Да, мне хочется Наталью слушать бесконечно, потому что она так замечательно говорит, да, вот, просят про черного дрозда, да, но у нас птичья тема продолжается, про ворона уже было, да, а теперь про черного дрозда. Что именно прокомментировать? Про черного дрозда. Черный дрозда – это для нас, на самом деле, очень важная песня с моим савтором Ольгой Лишиной. Это, в первую очередь, для нее был очень важный текст. В тот момент жизни она пережила большую потерю. И я очень ценю, что Оля захотела со мной поделиться с текстом, который у нее из этого всего получился, а я почувствовала, что я могу из этого сделать песню. Поэтому, действительно, у нас есть вот этот вот очень печальный образ дрозда, печальный образ лживого проповедника. И самое главное, что я туда вложила, только мы остаемся в золоте, зелень и роз. «Золото, зелень и роз» – это, конечно, моя личная отсылка к Стивену Кингу, к «Темной башне», гибель Джейка, да, «In the shade of green and gold». Это, в принципе, очень важная для меня книга. То есть, я считаю, что «Темную башню» Кинга должен прочитать каждый разумный думающий человек, к слову, о ренессансных людях, и понимать, что такое золото, зелень и роз – это важно. Слушая вас, я поняла, что, наверное, у вас в творчестве есть, в принципе, такая вот некая группа стихов, простите, конечно, текстов, которая посвящена, может быть, прощанию с дорогими людьми, как «Господин горных дорог», да, вот опять же, да. Овечка. Овечка. Овечка, да. А вот расскажите про овечку тогда в этом контексте. У нас был доклад, я знаю, что тут присутствуют люди, которые писали доклад об овечке. Я думаю, им будет интересно сейчас послушать, если это можно прокомментировать. Овечка, наверное, самая страшная песня в моем творчестве. У меня была удивительная история, как однажды мне написал человек по имени Силия Соливан из Нью-Йорка. Американец ирландского происхождения с текстом, что «Здравствуйте, вот у меня дочка заболела, она попала в аварию, она была в коме, и ее куратор, ее куратор Дана, она казашка, поставила ей вашу пластинку, и ей приснилась женщина с арфой, она вышла из комы. И она попросила, чтобы ей купили арфу. И мы стали переписываться. И он очень был приятный дядька, действительно, мы стали друзьями по переписке, и мы как раз думали, что мы встретимся, когда в следующий раз я поеду в Америку. Он рассказывал мне про свою семью, про дочку. Его жена Эпери погибла во время крушения башен-близнецов в Нью-Йорке. Она была грузинка, сванка. Так что девочка Меги, она была грузинка. А потом он пропал на некоторое время, потом мне написала Меги, поскольку она залезла в папин аккаунт, она мне написала, говорит, папа умер, у него была лейкемия. То есть, говорит, последние письма, что он тебе писал, он писал из больницы. И мы стали с ней общаться, она немного говорила по-русски, я ей показывала песни с альбомом Ангелы Фэнни, как раз над которым я в тот момент работала. Она в тот момент была в Бостоне, я даже съездила в Нью-Йорк, я говорю, давай я приеду тебе в Бостон, она говорит, нет, не надо. Я не совсем поняла, почему. Пока наконец, пока наконец еще через несколько месяцев мне не написал ее куратор Дана и сказал, что Мэгги тоже лейкемия, она умирает, она сейчас тебе, собственно, пишет, я пишу ей под ее диктовку. И тогда я написала песню овечка и успела ее записать, отправить Мэгги. она ей очень понравилась. Ну, короче, вот как-то так. Ну, это опять же про проводничество. Про то, что музыка соединяет, да, в общем, наверное. И про проводничество. Про проводничество, да, про герметическую вот эту функцию, да. И штука в том, что периодически Мэгги родственники, там, дяди ее, двоюродные братья и сестры, они приезжают на наши концерты, и Дана тоже, вот ее куратор тоже приходит. Так что я не теряю контакт с той семьей. А что-нибудь вот опять же, ну, мы говорили про, наверное, грустные вот такие, упоминающие, ну, в какой-то степени поминальные, да, песни. А вот, может быть, есть, ну, вот, Аллилуйя, Аллилуйя, это такой вот для меня вот очень большая песня радости, хотя, на самом деле, вот, видеоряд, да, дополняет вот это, вот мы как бы додумываем этот самый положительный сюжет. А может быть, есть еще какие-то песни радости, которые, ну, я не знаю, грубо говоря, хорошо кончаются, вот у вас они ассоциируются у вас там, наоборот, с радостью какой-то. Ну, мне кажется, мне кажется, что обе джиги у нас получились очень радостные, что без джиги на химере, что апельсиновые джиги сейчас вот на манускрипте, они такие положительные. И мы собираемся как раз делать кольцевую структуру из этих джиг на живых выступлениях, когда мы осенью поедем с презентацией программы манускрипт. Ну, и в принципе, я считаю, что «Прощай» вполне себе тоже, ну, она такая, в жанре оптимистической трагедии. Понятно. Это мой любимый, это мой любимый жанр. Не, ну, ну, это, я думаю, что для нас, для всех жанр прекрасный. Вот тут спрашивают про мотивы искупления и противостояния. Даже, даже я не знаю, как это. С мотивами искупления и противостояния как у вас на то? Я как-то не знаю, я ни в чем, не виноватая я. Не знаю, не знаю с искуплением это что-то не то. Вот, вы знаете, тут пишется, спрашивает, что очень много в интернете версий, о чем поется в песне «Шаман», какой же на самом деле ее смысл. Ну, я подозреваю, что все имеют место быть, да, вот. По-моему, по-моему, там все достаточно прозрачно, по-моему, «Шаман» это одна из самых прозрачных моих песен, это просто имя сказка рассказана действительно о шамане, который сам себя неудачно заколдовал и главная героиня пытается его расколдовать. Вот тут спрашивают про историю песни «Шей», да, о влиянии снов на ваше творчество, да, вот так вот. Влияние снов на мое творчество очень большое, я периодически из снов приношу прям куски текстов, даже музыку приношу, вот в частности песни «Шея» она снова доносилась. Так, так, из интересного спрашивают, сколько иностранных языков переплетается в вашем творчестве? Сколькими языками вы говорите? Вот ближе к ню, пятидесятница, актуальный очень вопрос. Ну, прям, чтобы говорить, чтобы говорить, говорить, я говорю по-русски, по-английски, по-французски, по-ирландски, очень ломанно сейчас по-арабски, вот буквально вообще швай-швай, по-испански, по-датски, чуть-чуть по-немецки. Ну, ренессансный человек это про вас, безусловно, да, это вот, вот однозначно ваша характеристика, а что, ну, я так понимаю, что это же все обогащает песни, судя по всему. Конечно, 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 потому что каждый язык приносит с собой свои клише, каждый язык приносит с собой свои какие-то сказки, вот, не знаю, потешки, которые мы учим, когда мы учим язык. Ну, буквально, «Три мудреса в адбантазу», понятно, вот, там, мыши на Авененском мосту, вот, ну, вот это вот, вот, поэтому это все как бы просто отседает под корки, и в какой-то момент мы это дело достаем из соответствующего чердака в чертоге разума и используем. Вы знаете, вот, слушая вас, я все время вспоминаю, я надеюсь, вы не обидитесь, знаете, как вот статьи Веселовского, когда вот он говорит, а вот этот мотив, и дальше цитата на нескольких славянских языках и на нескольких европейских, да, вот так вот заплетается, а вот мы видим вот тут-тут-тут-тут-тут-тут, и вот мы видим, что это бродячий сюжет. Вот, вот, слушая вас, я вот думаю, что вот это вот такой вот, такой, как сказать, мастер-класс от Веселовского бы сейчас все слушать. Ну, конечно, конечно, мы же как раз начали разговор с того, что историческая поэтика, это великолепная абсолютно наука и культура, и вообще искусство, я бы сказала. Вот, поэтому, да, Веселовский, Лотман, Бахтин, Готкинс, все вот это вот. Вот тут в связи с этим список, вопрос спрашивать, какой список текстов нужно прочитать, чтобы понять манускрипт, да, что там, да, чтобы насладиться манускриптом. Так я вам и сказала. Ну, не знаю про грифоны, вот тут спрашивают, почему нужен грифон, но, насколько я знаю, грифон это один из, опять же, один из символов Иисуса Христа, поэтому там понятно совершенно, что это. плюс еще, естественно, естественно, то есть это, это как раз очень и рождественская, и пасхальная песня, то есть у меня есть песни, которые относятся к основным, именно вот этим вот, скажем так, кодовым, я бы сказала кодовым праздникам, то есть и филидель, и анестезия, которые, естественно, и кровь твоя искристая, и плоть твоя весна, и грифон в данном случае. Ну и плюс еще, да, как бы грифон, это конгномерат вот этих вот волка, льва, орла, змеи, и так далее, то есть это, это творение, вот у нового из того, что не является настоящим, то есть это как раз именно превозможение, превозмогание, той ситуации, в которой в данном случае, типа мы все находимся, скажем, вот мы находимся в локдауне, или вот я вот сейчас вот сижу с вами, разговариваю и думаю, когда в следующий раз полетят ракеты, мне придется идти в бомбоубежище, вещать вам... Очень нужен грифон, я понимаю, нам сейчас... Да, и в такой ситуации именно очень нужен грифон. Очень нужен грифон. Тем более, что насколько я знаю, это еще и геральдический знак чуть ли не английских королей, да, то есть тут еще вот опять же связь с Артуром, она и так, так тоже проходит, ну, любой образ символ, он многозначный. И мировингов, и мировингов. Да, и мировингов, да. И через мировингов мы приходим, куда мы приходим? К Граалю. Вот. И немедленно у нас включаются фиолетовые и золотые цвета в голове, и таким образом у нас замыкается кольцо. Ой, какая прелесть, потому что, да, конечно, господин Гордок Нарок, это тоже произведение прощания, да, я так понимаю. Да. Конкретный был сюжет, да. Вот, но на самом деле за сюжет играли отдельное большое мое человеческое спасибо, потому что очень хочется его на русской почве, вариации этого сюжета, да, и спасибо, что теперь это есть, потому что, опять же, это любимое, конечно. Так, дорогие мои, что-то, может быть, еще есть интересное, или, может быть, Наталья, что-то еще вдруг нам захочет такое свое, вот, пока не полетели ракеты, что-то уже зеутверждающее. Да и вот я не знаю, я просто тут с тревогой смотрю в окно, потому что говорят, что уже прямо сейчас вот нам дадут ракеты. Так что, если есть что спросить, то спрашивайте. Да, а если нет, то мы, наверное, Наталья. Можно, Елена Викторовна? Конечно. Не вопрос, а очень хочется поблагодарить. Спасибо огромное, Наталья Андреевна, что смогли подключиться, потому что после вчерашнего, когда вы видео выложили с подписью, я сижу в убежище, да, я не знаю, что там дальше будет. Я очень переживала, я не знала, сможете ли вы вообще подключиться, что у вас там происходит, поэтому просто держитесь, спасибо огромное, что подключились, прям бальзам на душу, я думаю, все со мной согласятся, да, после рабочего дня, у кого-то еще после чего-то, поэтому просто спасибо, просто будьте, и здоровья, удачи всей семье, мы с вами. Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Спасибо, слушать и анализировать, это мы обещаем, как филологи слушать, анализировать и писать статьи по этому поводу. Прекрасно. А вот стараемся хорошие. Да уж. Тут благодарят, благодарят, благодарят вас со страшной силой, спасибо вам огромное, присоединяюсь к тому, что сказала Анна, ну, как мирного неба над головой, потому что, в общем, чтобы все это было мирным. Ну, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Да, спасибо, спасибо, я тоже, я очень рада, что у нас получился вот такой вот эфир, вот, я надеюсь, что это будет полезно для всех участвующих. Ну, я думаю, что да, по крайней мере, мы тут много всего записали, и точно это используем в лекциях, я так, например, точно воспользуюсь сложимым положением, и буду рассказывать об этом в лекциях в дальнейшем. Отлично, отлично, ну, замечательно, все, тогда я буду ждать записи, и мы тогда потом запись у себя на ресурсах тоже выложим. Спасибо вам, спасибо. Чтобы все завидовали, спасибо вам, мучились, и все вот это вот, хорошо. Спасибо, пусть все будет хорошо. Ну, отлично, все, счастливо. До свидания. До свидания. Всего доброго, спасибо большое. До свидания. До свидания. Огромное спасибо вам, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо. Продолжение следует...